Всем привет, чтобы люди окончательно перестали делать жесткий негатив, я сделаю последний пятый выпуск, в котором будут исключительно хорошие и отличные подборки, также я приведу конкурентов за свою цену, начнем мы с Дарлана. Твой выход. Привет, это набор геймер из DNS, но он будет достаточно бюджетный, поехали. Мышкой в нашем наборе является Zoverhit с сенсором PWM3325, удобная форма для ладонного хвата, микрики Хуана Blue Shell, ну и конечно RGB подсветка. Ёбаный пиздец! Он взял в обзор Zoverhit, который многие обходят стороной, а зря. Таким образом, за подобную цену, можно будет взять QLM ASTOLED из QGAR Minos X3 Zvoid и ZE. Что же насчет клавиатуры, так как это бюджетный набор геймера, о механике мы можем и не мечтать, но я взял в наш набор мембранную клавиатуру SmartBio An305, естественно в этой клавиатуре есть подсветачка, а то если без подсветачки, то не игровая. Это самый разумный способ купить клаву, так как самая дешевая нормальная механика стоит 2500 рублей, хотя можете QGAR WANTA взять, если хотите полноценную подсветку. А как же наушники? Спросите вы, а я скажу, то что можно взять Sennheiser HD 206 и взять отдельный микрофон от Sven, например MK200. А наушники можно будет поменять, например, на Penison X161 или Sony M518. Тоже хорошие ушки. Ну а на сдачу можно взять коврик от Z, за 300 деревянных. Насчет ковра тоже ничего плохого не имею, можно будет поменять на QGAR Speed или Control. Теперь переходим ко второму ролику. Всем привет, в данном ролике я расскажу вам о самых годных девайсах с Алиэкспресс. Все ссылки на эти девайсы будут в описании. Думаю, сначала стоит начать с мышей, и для геймера это самый важный компонент для достижения своих целей. James Dunkey 325RS. Мышь имеет эргономичную форму, схожую с ней с безызвестной Bloody V7. Обзор есть на канале. Deluxe M625. Та самая мышь, которая сравнивает по форме с Razer, Mamba и Desider. Самый топовый вариант этой мыши базируется на топовом сенсоре Pixart 3360. Motospeed V70. Одна из самых годных среди бюджетных мышей. Топовый вариант базируется на том же 360. Но при этом эта мышь собрана гораздо лучше. И не чувствуется дешевизна, которая есть у Deluxe. Motospeed V100. Еще одна годная мышь от Motospeed с культовой формой Zowie EC2. Сенсором Pixart 3327. Который тоже является неплохим средняком. Как по мне, китайцы сделали отличного конкурента в выпраснутой Zowie. Также достойны упоминания мыши Motospeed V60 и V80. Эти мыши, на тот случай, если вам не понравились предыдущие. Они базируются на сенсоре Pixart 325. Больше разберемся с печатными машинками. Все клавиатуры будут механическими. Так что если механика не для вас, можете далее просто закрыть видос. Только не забудьте оценить лайком или дизлайком. Hexgear GK707. Такая клавиатура конструкции Скелетон. Выполнена в преимущество в строгом черном и сером дизайне. Построена на переключателях Kyle Bors. Если вас не устраивает отсутствие нампада, то советую присмотреться к Hexgear GK705. Hexgear GK70619. Полноразмерная механика с интересным дизайном. И с той же конструкцией Скелетон. Имеет на борту свечи от компании Gateron. С ресурсом около 50 миллионов нажатий. К-61. Компактная клавиатура 60% форм-фактора. И с той же конструкцией Скелетон. Главной фишкой этой клавиатуры является возможность отсоединения кабеля. Что является очень удобным дополнением при транспортировке. А ресурс ее оптической переключателя доходит до немыслых 100 миллионов нажатий. Охуеть. На каждую кнопку. Также достойны упоминаниях похожая клавиатура Motospeed CK61. Такая же модульная и компактная. Но уже каилбоксами на борту и закрытой конструкцией свечей. Ну, ну, а на этом пожалуй все. С вами был Arntech. Не забывайте подписываться на канал, если хотите еще больше разного контента. А также отметьте этот ролик лайком. Всем спасибо, всем пока. Теперь буду с вами прощаться. И я, всем пока и удачи вам при выборе девайсов.